Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина Аракелян, и сегодня я снимаю новое видео, посвященное своим обрубкам. Я так называю свои на данный момент короткие ногти. Как бы это странно ни звучало, но да, наконец-то, многие этого ждали. Я сходила в салон и отстригла, сняла весь маникюр, гель-лак, наращивание. Теперь я хожу со своей коротенькой длиной, без какого-либо маникюра. И в этом видео я собралась ответить на ваши вопросы в конце концов. Почему я решилась на этот поступок? Как мне удобно, неудобно? Поделюсь с вами своим опытом и расскажу небольшую историю моих длинных ногтей. Вообще, с чего все начиналось, и очень надеюсь, что вам понравится это видео. Я думаю, да, вам очень сейчас непривычно смотреть на меня с коротенькими такими пальчиками, ноготочками. Я сама как будто лишилась рук. Я в первое время вообще не могла не писать никакие сообщения, потому что пальцы попадали не на те буквы в клавиатуре. Не могла что-то хватать, что-то делать, чесать элементарно голову, потому что я делала вот так, ибо ногти у меня были длинные. Не могу убирать волосы за уши до сих пор, ну как бы очень непривычно и неудобно. Я ходила с длинными ногтями больше, чем полтора года, и я в этом видео поделюсь с вами вообще всем тем, что я знаю, всем, что у меня накопилось за все это время насчет ногтей, насчет салонов. И я надеюсь, что вам понравится это видео. Не забывайте подписываться на мой канал ниже, нажимайте на красную кнопочку, вступайте в семью оракелянчиков, нажимайте на колокольчик, чтобы смотреть мои ролики первыми и не пропускать премьеры. Я надеюсь, что это видео вам понравится. Не забываем ставить лайки, но я не буду медлить и желаю вам приятного просмотра видео о моих обрубках. В общем, мы можем начинать, погнали! Начну я, пожалуй, свой рассказ с того, что отвечу на вопрос, как я вообще решилась ходить с длинными ногтями и с чего это вообще все началось. Для тех, кто зашел на это видео, не знает, кто я такая, не знает, какие у меня ногти были, фотографии своей прекрасной истории ногтей вы сейчас видите на своих экранах, мои ногти, которые были перед снятием. И вообще, в принципе, все ногти, с которыми я ходила, некоторые работы вы видите сейчас, некоторые я выложу потом еще в Инстаграм, и они у меня имеются в актуальных с моими ногтями. Вы можете посмотреть, там около 700 тысяч просмотров, да, чтобы вы понимали, как всем была интересна тема моих ногтей, как все сейчас обсуждают то, что у меня их нет теперь. Изначально все начиналось, да, с коротеньких ногтей, я ходила с обыкновенными коротенькими ногтями, и мне это безумно нравилось. Потом мне понравился мальчик в школе, и я пыталась как-то сделать так, чтобы он обратил на меня внимание. И сходила в тот салон, в не очень хорошую, около своего дома, где мне сделали наращивание, сделали квадратные ногти, фотографии я буду прикреплять, вот такие вот, да, это выглядело очень некруто, очень некрасиво, и наращивание делали настолько плохое, что я могла элементарно прийти домой, снять штаны, и у меня уже ноготь по линейке вот так вот отваливался, нарощенный просто отпадал, да, чтобы вы понимали, насколько отвратительное наращивание мне делали. Естественно, мои ногти обсуждали, но никому они не нравились, они считались отвратительными, плохими, ужасными, и это началось, да, около полутора года лет назад, вот такие дела. Потом я поняла, что да, с этими квадратными, но вполне себе длинными ногтями мне очень комфортно ходить, мне нравится, как они выглядят со стороны, мне нравится, что у меня пальцы сразу выглядят достаточно длинными, красивыми, и мне изначально вообще не нравилась форма моих пальцев, они все такие прям толстенькие, некрасивые, меня это вообще ни в коем случае не устраивало, видите, они вот такие вот прям, в общем. У меня были жесткие комплексы насчет моих ногтей, вообще, а у меня раньше была привычка, я грызла ногти, я вам об этом говорила не один раз, и от этой привычки я избавилась около двух лет назад, но да, я всегда, когда ходила с обычными ногтями, без какого-либо лака, я всегда их грызла, сейчас такого нет, именно поэтому я вообще изначально начала делать гель-лаки, и не считала это крутым, и делала это, в принципе, только для того, чтобы избавиться от этой привычки. Ну и потом, соответственно, после того, как я поняла, что длинные ногти очень круто на мне смотрятся, я уже более-менее к ним привыкла, моя бывшая знакомая, даже не то чтобы подруга, а знакомая Кристина в локдаере, я думаю, многие ее знают, просто блогер, очень крутой, специфичный, красивая девушка, с своими фишками, очень круто одевается, мы с ней, кстати, сейчас прекратили общение, не знаю из-за чего, но она от меня отписалась, я такая, все, до свидания, всего тебе хорошего, предложила мне ходить в один салон, куда я, в принципе, и пошла в первый раз в жизни, с короткими ужасными ногтями, и мне там начали делать вот такую вот прелесть, делали качественно, все было супер круто, крутые необычные дизайны, прикрепляли мне на ногти всякие короны, стразы, делали дырки, и тем самым я не то чтобы прославилась, но меня начали обсуждать, что я хожу с необычными крутыми ногтями, сидела я, да, действительно, около 7-8 часов на маникюре, пока мне наращивали, пока мне делали сам маникюр, обрезали кутикулу, и я разговаривала вообще с мастером, выбирала дизайн, это все было настолько круто, и до сих пор это для меня действительно какой-то такой специфический мой собственный ритуал, я спокойно могу просидеть на маникюре 7-8-9 часов, потому что я привыкла к длинным ногтям, мне это нравится, и я проходила с этим очень долгое время и сотрудничала с этим салоном до поры до времени, пока меня не послали далеко и надолго, из-за того, что я договорилась с мастером, что они сделают моей маме скидку, когда она придет в салон, а потом мастер потребовала с меня полную сумму и начала наезжать на меня за то, что у нее со здоровьем проблемы, что сейчас Новый год, дофига у нас клиентов, отдавай полную сумму, я, естественно, как бы, да, отдала, но если люди перед этим договорились, они все обсудили, то нужно, я думаю, как бы, сдерживать свои слова, если уже есть договоренность, а не потом переобуваться, и меня начали потом обвинять все мастера этого салона, что я такая зажировшаяся, что я, типа, вообще не хочу ни за что платить, что я оборзела в край, и тем самым я, даже не обсуждая, прекратила работу с этим салоном, мы остались в нормальных отношениях, я ни с кем из них не общаюсь, но ни на кого зла я не держу, такие ситуации бывают, возникли какие-то моменты недопонимания, это абсолютно адекватно, нормально, но когда люди договариваются о чем-либо, они должны сдерживать свои слова, и там речь шла только о двух тысячах рублей, мне не проблема была заплатить, но если мы договорились, как бы, нужно было поступить по-другому, именно поэтому я начала ходить в другие салоны, и поняла, что в тот салон, в который я ходила, был, как бы, мягко говоря, не очень, но я привыкла к нему, и когда я пришла в более крутые салоны высшего класса, я поняла, что там делают гораздо лучше, и ходила я с наращиванием дольше, чем ходила с теми ногтями, я думаю, я понятно объясняю, и каждый салон способен на необычный дизайн, но тот салон, с которым я работала, он прям преподносил себя, типа, вот, как делаем вот такие вот ногти, необычный дизайн, в общем, я не жалею, что я прекратила ходить в этот салон, и не знаю даже, как так произошло, что я завоевала такую, типа, нишу того, что я хожу с длинными ногтями, Карина Ракелян покинула чат, Карина Ракелян длинные ногти, сейчас все жестко обсуждают то, что я теперь не с длинными ногтями, и я считаю, что это абсолютно адекватно, и каждый блогер, каждая девушка, которая постоянно ходит на маникюр, она обязана, как бы, делать паузу, давать время отдохнуть своим ногтям, и я ни в коем случае не прощаюсь с той длиной, с которой я ходила, мне нужно сделать паузу в два месяца, чтобы походить с моей обычной длиной, потому что дошло даже до такого, что вот такой вот прекрасный мизинец, который разломился просто пополам, моя ногтевая пластина стала настолько тоненькая, что мой мизинчик не выдержал, из него потекла кровь, он начал клевать, и просто лопнул, потрескался пополам. Все мои ногти, чтобы вы понимали, очень тоненькие, безумно пострадали за все это время, и так как сейчас карантин, коронавирус, все дела, я решила дать время своим ногтям отдохнуть, я просто сходила в свой салон у дома и сняла всю эту работу, где и, собственно говоря, тоже произошла неадекватная, не крутая ситуация, которой я тоже хочу с вами поделиться. Вообще я ходила в огромное количество салонов, где происходило дохерища несправедливых ситуаций, где мастера хамили, не уважали, выставляли себя не в том свете, в котором нужно было. Кстати, если вы хотите, я могу снять отдельное видео об этом салоне, в который я раньше ходила вообще, что, как, в подробностях рассказать, показать сообщения, если вы, конечно, хотите, я сниму это видео. Ну и вот как раз-таки сегодня, да, я сегодня снимала вот эти прекрасные ногти, сегодня решила снять об этом видео, пошла в салон, меня записали к определенному мастеру, в итоге, как выяснилось, меня никто не ждал, мой мастер, как сказали, заболел и не пришел. Меня посадили с другим мастером, с которым я уже до этого была знакома, так как салон около моего дома, мне просто сняли ногти, чуть-чуть вот так вот, да, и в это время приходит другая девушка, которая была записана уже к этому мастеру, с которым меня посадили на снятие моих ногтей, а я должна была идти к другому, который заболел и не пришел. В общем, эта девушка начала орать, якобы, вы что, борзели, мне пора на работу, сейчас раннее утро, какого фига эта девушка сидит на моем месте, если ее мастер не пришел, значит, ей надо было ехать домой. Я смотрю на нее и говорю, девушка, вы хоть понимаете, что вы несете-то? Я-то тут при чем? Я тоже записалась. Представьте, если бы у вас была такая ситуация. В общем, мне не доделали ногти, просто сняли. Кутикулу я доделала уже у себя дома, потому что мне начали говорить, Кариночка, можешь подождать, пожалуйста, полчаса? Мы этой девушке сделаем педикюр, она постоянно жалуется, я говорю, боже мой, в чем проблема? Я ждать не буду, да снимите мне ногти, я пойду домой. В итоге я заплатила тысячу рублей просто за то, что мне сняли ногти, понимаете? Мы все ничего не доделали до конца, форму оставили какую-то ужасную и побежали сразу к этой бабе, которая наехала на меня. И когда эта девушка пришла, мой мастер начал так торопиться, все мне делать, на отвали, на отвали, на отвали, Кариночка, сейчас я доделаю, сейчас доделаю, или мы тебе не сможем покрыть лаком, который тебе защитит твои ногти и так далее. Типа вот подождешь полчасика и сделаю педикюр, и я думаю, боже мой, что за отношения? Я просто встала и ушла. Естественно, заплатила, потому что как бы хотя бы часть работы, но она сделала. Да, такие ситуации тоже бывают, когда мастера ведут себя неадекватно или салон как бы не отслеживает нормально записи и не может понять, что сейчас придет клиент, а потом к этому же мастеру, который в принципе один в салоне придет, и еще один клиент, то произойдет как раз таки недопонимание. Я знаю, что это неадекватно, и такие ситуации у меня были миллион раз. Как в салоне пальчики, так и в салоне у меня дома, да, салон пальчики это просто отдельная катастрофа. Я уже снимала об этом видео, когда мне испортили мою пластину ногтей, и как оказалось, наращивание они не делают, хотя я записывалась к ним на наращивание, просто пфу, я просто с ума зашла, типа. Записалась на наращивание, а наращивание они не делают. В чем проблема? Типа, катастрофа какая-то. Вот такая вот небольшая история. Я просто решила дать время отдохнуть моим ногтям. Сделала суперскую фотографию, которая набрала огромное количество лайков, обсуждений, что, типа, как Арина Аркелян без ногтей. Это супер круто. Мне нравится, когда обсуждают мои ногти, тем более, когда их нет. Это очень прикольно. Я думаю, через месяца два я снова буду делать точно такие же длинные ногти. Сейчас я укрепляю свою ногтевую пластину обычными укрепляющими лаками. Но так как мой мизинчик потрескался посередине, у него сейчас безумная проблемка, он болеет. Я его не стала покрывать лаком, потому что нужно, чтобы он хоть чуть-чуть зажил. Я просто пшикаю его всякими лекарствами, мирамистином, да, чтобы заживала сама пластина. Ноготь побольше и побыстрее отрастал. И чтобы все было окей. И теперь я хочу просто дать девочкам советы, которые ходят с длинными ногтями. Давайте своим ногтям перерыв всегда, потому что не нужно ходить очень долго с плотным длинным наращиванием. Потому что ваша пластина, она в первую очередь очень страдает. Я так не делала, потому что у меня фишка была, как мои длинные ногти. И когда я поняла, что все, я не могу ходить с ногтями с длинными дольше двух недель, что они ломаются, сгибаются и пластина уже не выдерживает. Я поняла, что да, нужно сделать небольшую паузу, походить с короткими ногтями. И тогда все будет действительно нормально. Ходите где-то 4 месяца с длинными ногтями, а потом месяц сделайте перерыв. Вот так вот. Я думаю, что будет очень даже нормально. Не как я полтора года, и потом уже, когда пластина пошла по заднице, все-таки решила сделать себе перерыв. К длинным ногтям я отношусь прекрасно по сей день. И я наснимала кучу тип-догов. Очень непривычно, что я сейчас с такими маленькими обрубками. И я хочу снять отдельное видео вообще о ситуациях, которые происходили со мной в салонах. Да, их до хера еще осталось. Я уже снимала об этом много разных видео. Но я думаю, стоит снять еще, потому что вы любите подобные рубрики. Я люблю снимать видео, которые вы чаще всего просите. Поэтому совсем скоро будет еще ролик на эту тему. Так вот, приступим к вопросу, как отреагировали мои друзья вообще на то, что я состригла свои ногти. Естественно, раньше это считалось как моя такая суперская крутая фишка. Все прям обсуждали мои ногти. И когда мои друзья многие увидели, что у меня коротенькие ногти, они, естественно, были в шоке. Потрогали, посмотрели. Такие, блин, Карин, у тебя даже пальцы по-другому теперь выглядят. У тебя теперь пластина такая маленькая, тоненькая. Ноготочков нет. Пальчики коротенькие. Ты такая миленькая. И сразу стала без ногтей. И не стервочка какая была. И мне даже приятно это слышать. То, что друзья как-то обсуждают, дают мне какие-то советы. Многим очень нравится. И друзья со мной в первую очередь общаются не из-за ногтей, естественно. Но всем понравилось. Все не ожидали такого решения. Потому что я всегда ходила с длинными ногтями. Ну и это круто. Я решила просто сделать небольшой перерыв. И совсем скоро я вернусь к такой же длине. Сейчас я хочу поотвечать на ваши вопросики, которые вы мне писали в моей сторис, где я написала пишите вопросы насчет всего того, что касается ногтей, салонов и так далее. Буду отвечать на рандомные вопросики, которые вы просто пишете. Как ощущения после снятия ногтей? Знаете, ощущения нормальные. Просто было супер непривычно что-то трогать. Вот так вот сгибать руку в кулак. До сих пор непривычно, потому что раньше я делала только вот так. Ногти у меня вообще не позволяли делать вот такой вот крутой кулачок. На руке, естественно, было очень непривычно. Почему сняла длину, если тебе было удобно с ногтями? Я говорю, страдает очень пластина, поэтому я и решила снять. А где маникюр новый? Хотя бы покажи. Ну как я его покажу-то? Господи, я маникюр не делала. Вот мой новый маникюр. Такая вот красота. Обычная ногтевая пластина. Понимаете, да, насколько всем непривычно? Просто все ждут нового маникюра, хоть и с короткими ногтями, но я ничего не сделала. Боже мой! Это очень круто, когда все ждут. Какой самый дорогой и дешевый маникюр ты делала? Ну, самый дешевый это, естественно, был на короткие ногти. Около 1500 рублей еще, когда я была в Челябинске. Просто покрыли гель-лаком и все. Даже не обрабатывали ногти. Да, в такие ужасные салоны я ходила. Обычно, если тебе делают маникюр, то должны хотя бы пальчики как-то обработать, подрезать кутикулу, чтобы все было красиво. Но нет, в том салоне мне ничего не сделали и содрали с меня 1500 рублей. Самый дорогой маникюр, который я сделала еще на длинные ногти, вообще ходила по бартеру за отметку на сторис и не платила ни копейки. А если бы я платила, то, ну, маникюр самый крутой, который у меня был, наверное, это вот этот. И стоит он около 10 тысяч рублей с наращиванием со всем остальным в дорогих, в более люксовых салонах. Такой маникюр бы стоил около 15, да. Вот такие вот бабки бешеные, поэтому я не платила за это деньги. И всем зрителям как раз-таки было интересно, в какие салоны я хожу, поэтому я просто делала отметку и с меня не брали деньги. Это абсолютно нормально, так блогеры очень часто работают, это называется бартер. Бывали салоны, где я платила деньги, это абсолютно нормально, но дороже 10 тысяч я платить не буду. Сейчас я более-менее уже привыкла к таким коротеньким ногтям, через 2 месяца уже посмотрим, что и как будет происходить. Не жалко было снимать ногти? Нет, совсем не жалко, это абсолютно нормально, что я попрощалась с длиной, тем более с наращенной. Мне привычно, спокойно и я рада, что все-таки решилась на это и что сейчас многие рады за меня, может быть, что я не буду портить свою пластину тяжелым акриловым наращиванием. Да и вообще, я считаю, что каждая девушка красиво выглядит и без маникюра, но, естественно, ноготочки должны быть ухоженные, с каким-нибудь гель-лаком это тоже очень красиво. Но как-то само получилось, что я привыкла к длинным ногтям и сейчас просто чуть-чуть похожу без этого. Самый ужасный салон, в котором ты была? Ой, наверное, это пальчики. Салон просто отвратительный, мастера неответственные, постоянно жрут, не заботятся о клиенте, хотят просто содрать бабки, заработать побольше, сделать как можно больше работ, чтобы зарплата у них была чуть-чуть больше обычного, свалить домой, нажраться борща и лечь спать. Ну, это как раз-таки я описываю тех мастеров, которые работают в пальчиках. Я не говорю обо всех, а только о тех, с кем я сталкивалась. Потому что многие подписчицы мне писали, ой, Карина, у меня мама работает в этом салоне, не говори так, не все люди делают плохо свою работу, я говорю про конкретных мастеров и о мнении, которое у меня сложилось после того, как я несколько раз походила в этот салон. Там, естественно, могут быть и нормальные мастера, потому что если бы каждый мастер в этом салоне был бы херовым, то давным-давно этот салон бы снесли в каждом уголке Москвы и в каком-либо другом городе. Выбери короткие ногти с красивым дизайном или длинные ногти с некрасивым дизайном. Ой, слушайте, наверное, длинные ногти вообще без дизайна, потому что можно делать длинные ногти без какого-либо дизайна, а на коротких ногтях дизайн выглядит убого, ну, мне так кажется. Вот на таких обрубках, как у меня, если бы был какой-то дизайн, то он бы больше смахивал на детский. Если бы ногти были хотя бы длиной в сантиметр, то, возможно, это было бы еще нормально и красиво. Я выбираю длинные ногти без дизайна. Это было все видео, я надеюсь, что оно вам понравилось, я ответила на достаточно много ваших вопросов, рассказала про историю вообще моих длинных ногтей, почему я решилась их снять, комфортно мне было, некомфортно. Пишите ваше мнение ниже в комментариях, задавайте вопросы, я обязательно буду отвечать под этим видео, постараюсь ответить на каждый ваш вопрос насчет длинных ногтей, салонов и так далее. Буду снимать об этом видео чаще, раз вам они так нравятся, раз вы их так просите. Ну, а с вами была Карина, ставим лайки, подписываемся на мой канал, еще у меня есть инстаграм. Ник вы сейчас видите на своих экранах, обязательно подписывайтесь, там есть вкладка в актуальных с моими ногтями, где очень много просмотров. Обязательно смотрите, следите за моим инстаграмом, я вас люблю, надеюсь, ответила на много ваших вопросов. С вами была Карина, спасибо вам большое, что следите за мной, вступайте в семью Ракелянчиков, но я вас люблю, до скорых встреч, до нового видео. Всем пока-пока! А я с короткими ногтями, вот такая вот красотка, пошла дальше снимать видео.